Почти 14 лет назад в семье Бормотиных ждали появления тройни. Медики и мама были спокойны, анализы в порядке, малыши должны были появиться на свет в срок, здоровыми и крепкими. Однако на 26 неделе беременности начались преждевременные роды. Суммарный вес всех троих оказался не больше трех килограммов. К сожалению, одного из малышей спасти не удалось. Мальчика Володю и девочку Люду выходили, однако у крохотной малышки случилось кровоизлияние в мозг. Она выжила, но эта опасная ситуация стоила ей здоровья. Через пару лет у Люды диагностировали ДЦП. Изначально, когда дети выписались, мы из больницы провели три месяца. Родились в декабре, в марте только выписались. Сначала ничего не предвиделось, были подозрения. Но до года Вова уже пошел в год, Люды еще нет. А после года уже поставили диагноз нам ДЦП с пластической диплегией. И после этого начались наши такой нелегкий путь. Было очень тяжело. Но когда мы приняли его, в общем, тогда как бы отступила боль, сомнения. И появилось только желание помочь ребенку продвинуться. Первые чувства, когда узнали о диагнозе, ну, наверное, как и у всех, почему это все-таки случилось с нами. Даже и не с нами. Почему, за что ребенку такое. Потом, когда стало понятно, что только физически как бы ребенок пострадал, а умственно все очень хорошо, тогда немножко стало полегче, что с ребенком можно работать, ребенок, то есть найдет себя и в будущем. Началась долгая пора реабилитации. Больницы, операции, тренажеры. Работа головного мозга у Люды не нарушена. Девочка очень рано научилась говорить, читать и писать. Однако с физическим здоровьем есть много трудностей. Мы не ходим, несмотря на то, что уже проведено шесть операций на ножке, реабилитации. В общем, стараемся, стремимся. Но пока самостоятельно на ходунках передвигается, она с клюшками, но самостоятельно пока не получается. Несмотря на все ее старания, она очень старательная, очень трудолюбивая. Мамка, я должна пойти, у нее девиз по жизни. Многочисленные операции и упорство Люды не прошли бесследно. У девочки распрямилась стопа, что позволило ей ступать на полную ногу. Она может самостоятельно передвигаться с ходунками. В доме оборудован целый тренажерный зал. Люда занимается ежедневно. Физические нагрузки даются ей тяжело, однако девочка – настоящий боец. Каждое упражнение доделывает до конца, несмотря на усталость и боль. «Я сама, не помогай, я сделаю» – эти фразы родители слышат постоянно. Все это ради одной большой цели – любыми способами встать с инвалидного кресла и начать ходить самостоятельно. Шанс на это есть. Ей тогда было чуть побольше годика. Там неврологи, такие уже опытные, ортопеды, травматологи, когда обследовали ее, сказали, что супер-пупер не будет, но ходить будет. Мы вдохновились тогда, конечно. Очень доктор Ирина Петровна, она нас, я ее до сих пор благодарна, с ней до сих пор общаемся. То есть она настроила нас на такой момент, что таких, такого ребенка не нужно жалеть. Что если вы будете ее жалеть, это будет другой совершенно противоположный эффект. С этим ребенком нужно где-то построже, где-то, ну как мы поняли, как со спортсменом Люды. То есть вот такой вот зачин изначально, с раннего детства. С ранних лет у Люды обнаружились способности к творчеству. У нее гуманитарный склад ума. Очень часто ее можно найти с книгой в руках. Девочка обожает читать фантастические романы. В них нет ничего невозможного. Волшебные палочки, летающие города, живые драконы. Герои этих историй чем-то похожи на их юную поклонницу. Со смелостью и достоинством встречают трудности, не сдаются перед препятствиями. Если маленький мальчик смог победить самого могущественного злого волшебника в мире, то почему маленькая девочка не сможет побороть недуг? Люда и сама увлекается писательством. Пишет небольшие рассказы о простых вещах. Там пока право-простенькие рассказы. Желаем была на семьях, в них были нити. Ну, простой рассказ, не такой уж как бы сверхъестественный. Простой. Там не настоящие персонажи, я их сама придумываю. И сюжет тоже сама придумываю. Еще одна страсть девочки – поэзия. Со стихотворениями известных авторов Люда выступает на международных конкурсах и завоевывает призовые места. Дома хранятся ее многочисленные грамоты. Люда говорит, через стихи можно выразить свои эмоции, прожить то, что чувствует лирический герой, и передать это слушателям. А ну-ка, мать, попробуй наши пищи. А мы с тобой тут рядом посидим. Уж мы тебе судьбу твою разыщим. Уж мы тебе об обиду не дадим. Освоилась старуха, осмотрелась. Хорошая она нашла семью. И в руку сказала, что же я расселась. А я ж поеду корову подаю. И вскоре с материнской заботой она, бойца, поила молоком. И говорила, говорила что да, и называла каждого сынком. У стихов есть накрытие. И как бы, когда человек читает стих, он чувствует, что что же там происходит. И пытается передать эмоции, которые испытывает персонаж. Вот я сейчас пыталась передать, что чувствует старуха, и я бросающая свой дом. И я вообще не знаю куда, не знаю зачем, она просто этого не знает. Но она хочет видеть, спастись. На публику Люда Бармотина выступает не только со стихотворениями. Девочка уже несколько лет занимается пением. Поет на инклюзивных фестивалях, городских мероприятиях. Занимает первые и призовые места на конкурсах. Любовь к пению передалась от отца. Долгое время он сам занимался вокалом. Изначально певицей девочка становиться не планировала. Это было просто еще одно средство реабилитации. У детей у таких недоношенностей, там проблемы с легкими. И вот чтобы развивать легкие, в общем, это вот сначала инициатива была папы. Ходит по дорожке и при этом поет. Сначала было очень трудно ей, а потом втянулось-втянулось. То есть она начала такие серьезные песни петь. Люда, она же все равно большее время сидячий образ жизни проводит. Вот грудная клетка не расправлена. И вот чтобы, в общем. Ну и это заметно в дальнейшем отразилось. Да, у нас прошли бронхиты. Только не надо перебивать. Только не надо переживать. Может быть в виде, а может нет. Новая песня вместо стебля. Более серьезное увлечение музыкой началось после знакомства с педагогом Анатолием Горлышкиным. Кроме занятий вокалом, на уроках они разбирают историю музыки, теоретические основы. Занимаются дистанционно. За много лет работы Анатолий Николаевич для Люды стал не просто учителем и наставником, но и другом. Он на своем собственном опыте знает, как непросто приходится человеку с особенностями здоровья. Мужчина незрячий. Лучше других он понимает. Выход на сцену – это тоже реабилитация. Особенный ребенок преодолевает страх заявить о себе, получает любовь и внимание публики. Социализируется, становится увереннее в себе. С Людой они выступают дуэтом уже много лет. Ну она старательная, такая целеустремленная, сильная, что может даже мальчишкам каким-то фору дать именно в своей целеустремленности, в силе, в старательности. То есть она всегда интересуется по уроку. Если идет, некоторые мальчишки молчат, ну слушают и слушают. Люда, она, а что это, а что это значит, а почему так? То есть это вот девчонка такая, очень крепкая по поводу, ну в плане обучения. С ней интересно заниматься, и у нее поучиться есть чему, потому что она всегда чем-то занята, и как-то вот чего не спросишь, всегда у нее есть занятия. День Люда действительно расписан по часам, ведь кроме ежедневных упражнений и уроков музыки есть еще учеба. Сейчас девочка учится в шестом классе. В начальной школе занималась вместе со всеми, но уже два года находится на дистанционном обучении. Каждый день к ней приходят учителя сороковой школы, изучают с ней общеобразовательные предметы. Литературу, математику, технологию, русский язык. Следующее слово «некого» и предлог «у» вставим. Как получится у нас? Не у кого. Не у кого. Молодец. И напишем все слова. Разделим, да? Записывай. Не у кого. Так как большая часть обучения проходит для Люды из дома, для успешной учебы ей нужен ноутбук. В 2021 году его подарил девочке глава Мордовии Артем Сдунов. Теперь проблем с получением образования стало меньше. Девочка учится на 4 и 5, но мечтает стать круглой отличницей. Учителя отмечают ее старательность и упорство. Несмотря на заболевание, у Люды аккуратный и красивый почерк. В шестом классе мало кто может таким похвастаться. Ей нравятся многие предметы, но особенно, конечно, литература и русский язык. С Людой я занимаюсь уже целый год. И вижу, что это очень любознательная, активная девочка, которой интересно, как живут ее одноклассники, как живут ее сверстники. Ей интересно читать литературные произведения. Мне всегда приятно, что она очень точно отвечает на вопросы, особенно по литературе. Она правильно определяет тему, идею произведения. Вот так, как хотелось бы слышать в идеале. Когда она читает стихи, ей хочется голосом, чувствами с вами передать содержание стихотворения. Это всегда приятно, когда ребенок так относится к произведению. Люда с братом Володей учатся в одном классе. Похожие внешне очень отличаются в своих интересах. Творческая сестра и спортивный брат. Однако двойняшки растут дружными. Сестра поддерживает мальчика на соревнованиях, дает советы. А Вова, в свою очередь, во всем помогает людям. Я грею ей молоко, еду грею, например. Вожу ее в ту комнату, телевизор посмотреть, телефон даю ей. Развлекаю, разговариваю с ней, играю. Вот мы, например, в домик ее играем, в монополию играем. Поддаю ей немного, чтобы она тоже выиграла. Несмотря на ограниченные возможности здоровья и неспособность ходить, Люда Бармотина ведет активный образ жизни. Выезжает на концерты, конкурсы, инклюзивные события. Для этого необходима мобильность. К сожалению, инвалидная коляска, которую используют в семье сейчас, со временем стала очень неудобной. Она рассчитана на ребенка, а почти 14-летняя Люда из нее уже выросла. Эта коляска неактивного типа. Девочка не может перемещаться на ней самостоятельно. Ее невозможно перевозить на обычном такси. Ну вот наша прогулочная коляска, такая для нас неудобная. Уже Люда немножко подросла, появился вес, поэтому где-то повернуть или объехать бордюр для нас уже тяжеловато. Ну и вот она нам уже, конечно, и маловатенько становится. И, как вот вы видите, что здесь только я могу везти Люду, то есть куда я хочу. А она уже, девочка у нас самостоятельная, и поэтому, ну, может быть, сама бы куда-то хотела докатиться. Это создает много неудобств для семьи. Кроме этого, неожиданно случилась огромная напасть. Отец семейства сломал ногу. Маме потребовалась операция на колено, а сына удалили вросший ноготь. И все это случилось практически одновременно. Сейчас, как никогда, остро Люде нужна новая коляска активного типа, ведь иначе перевозить девочку будет просто-напросто некому. Этим индивидуальным средством мобильности Люда сможет управлять самостоятельно. К сожалению, сейчас у семьи нет финансовой возможности приобрести ее на свои средства. Мы консультировались со специалистами с Москвы, то есть по видеосвязи, какую вот нам коляску они оценили, возможности ребенка, и сказали, что нам активный тип. Эта коляска где-то вот от 120 до 160 тысяч. Папа у нас, к сожалению, один работает. В общем, ну, не получается никак. В мечтах есть эта коляска. Мечта девочки может стать реальностью благодаря неравнодушию простых людей. Творческий и активный ребенок должен иметь возможность развиваться и социализироваться. Если вас, как и нас, зацепила история Люды Бармотиной, вы можете помочь ей в приобретении коляски. Уважаемые телезрители, жители нашего города, нашей республики, если вы посмотрев наш сюжет о нашей дочке, что-то у вас ебнуло в груди, если у вас есть какая-то возможность помочь нам в приобретении коляски для дочки, я бы вас попросила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова